Дамы и господа, позвольте поздравить вас с тем, что завершив первое десятилетие 21 века, вы здесь, с нами, являетесь участниками поистине революционного события, такого как создание Брянского губернаторского симфонического оркестра. А началось все почти два десятилетия назад. Тогда еще молодой армянский музыкант, сейчас заслуженный артист России Эдуард Борисович Амбарсумян, создал Брянский городской камерный оркестр. За это время творческий коллектив стремительно набирает популярность в России и странах дальнего зарубежья. Оркестр неоднократно готовил концертные программы для состава Большого симфонического оркестра, привлекая музыкантов Москвы, Орла, Казани, Харькова. Но вот пришло время для создания более масштабного проекта Брянского симфонического оркестра. Немало кабинетов идейному вдохновителю пришлось обойти, чтобы амбициозную идею воплотить в жизни. Пять раз проект ложился на стол к руководству региона и пять раз был отвергнут, пока не попал в руки губернатору Николаю Денину. Главой региона призыв создать симфонический оркестр был услышан. 47 музыкантов из минимально необходимых 65-ти. Таков сейчас состав симфонического оркестра. В костях его солисты городского камерного оркестра. Кроме них виртуозные произведения играют музыканты из Курска, Орла, Элисты, Ростова-на-Дону и других городов. Администрация Брянской области, Управление культуры и областная филармония ведут большую работу по становлению губернаторского симфонического оркестра. К слову, финансируется он исключительно из областного бюджета. Затраты на приобретение жилья для оркестрантов, профессиональных музыкальных инструментов областная казна также берет на себя. Реализовать все этапы намечено до 2013 года. Через две недели в Москве стартует Кремлевский фестиваль, структура которого будет очень проста. Первый день в Москве, в Кремле, второй день в Брянске. Вы скажете, это невозможно, потому что это невозможно никогда. А я отвечу, что вот эти три шага создания симфонического оркестра, появление в записи ведущих музыкантов Европы, крошечной заметки, работа с Брянским симфоническим оркестром, меняет мышление в европейском музыкальном контексте. Брянск меняет качество музыкальной культуры, Брянск меняет качество интеллектуальной жизни. Еще один подарок ждал гостей праздника. За знаменитым роялем Стэнвэй для Брянского губернаторского симфонического оркестра солирует лауреат международных конкурсов Валентина Егошина. Сейчас известная на всю Европу пианистка живет и работает во Франции. Я поздравляю всех, кто участвовал в создании этого оркестра, и губернатора, и всех, кто ему помогал, и управление культурой. И тебя, Эдуард Борисович, потому что, если бы не твоя энергия, и твой характер, наверное, всего бы этого не было, потому что Брянский давно нужен был, но это была не первая попытка его создать. И поэтому это счастье, что этот оркестр сегодня есть. Вот, видите, очень талантливые люди, да, но когда талант не востребован, и нет того окружения, которое мы должны расти и творить, он и соперится, и неплохо кончит. Большое вам спасибо еще раз, огромное вам спасибо, что вы есть. Мы это все для вас сделаем с большим удовольствием, будем стараться. Увертюра к опере «Глинки» Руслана Людмила. Вальс из балета Чайковского «Спящая красавица». Симфоническая поэма Мусоргского «Ночь на лысой горе». Знаменитая увертюра к опере «Кармен Жоржа Безе». Десяток знаменитых произведений «Море цветов и аплодисментов». Вот сегодня просто все переполняло, и до слез, и сердце болеет, и вот музыка, вот, знаете, вот энергию такой получила. Я посмотрела, какой зал, потому что здесь публика приходит та, которая любит музыку. И мне понравилось, что маленьких детей очень много, дошколята даже есть, и школьники, и те ребята, которые на сцену выходили. Вот, понимаете, это просто был праздник. Однако нельзя забывать, что праздник этот организовали в зале, который для музыкальных выступлений приспособлен, но не является концертным. Это раньше был кинотеатр. К тому же ремонта областная филармония не видела больше четверти века. Теперь основная задача — обновить здание и превратить его как минимум в Дом музыки. Следующий концерт Брянского государственного симфонического оркестра пройдет уже 9 апреля, и состоять он будет исключительно из произведений Петра Чайковского. Татьяна Глазова, Александр Друсинов. События. Брянск.